Системный блок должен был сейчас загудеть. Несмотря на свой старый неказистый вид, здесь очень хорошее железо, дорогая видеокарта, оперативная память. Пожалуйста, колонки не работают. Забавно, что все еще функционирует монитор. Нерабочие лампочки, 6 штук. Вот чек на 582 рубля. Это лишь небольшой список техники, которая сгорела за считанную секунду. Здесь вот лампочки перегорели. Вот эти не горят. Вот это вот горят две лампочки. Те перегоревшие. Так, теперь. Потому что они выключены были. Эти выключены были, да. Вот которые были включены, те сгорели лампочки. Не спасло бытовую технику даже наличие сетевых фильтров. Потому Сергей и вся его улица подсчитывают убытки. У некоторых соседей ущерб переваливает за 200 тысяч рублей. Нашему герою в этом плане немного повезло. Все еще работают монитор, телевизор и холодильник. Однако Сергей мог остаться даже и без них. Все, что не сгорело в доме, это благодаря тому, что я вот через секунду после того, как был большой скачок напряжения, успел вырубить, обесточить дом. Поэтому у меня не сгорела вся техника. Здесь вот висел монитор и домофон. Все это сгорело. И два блока питания вот таких. Это охранная система. Это охранная система. Авария произошла между двумя столбами по улице Баргузинская. Здесь оторвался один провод и упал на другой. В итоге дома жителей замкнуло на 380 вольт. Но странно то, что техника у местных ломается даже без всяких аварий. У нас телевизор сгорел из-за частых отключений света. Потому что очень часто отключают. Отключают еще дело в том, что с перепадами напряжения. Прямо даже можно сказать, как проклятый. У всех есть свет, у нас нет. Ну час, два. Иной раз. Ой, те, так вообще года у нас по пять часов и по дню не было света. Мы ежемесячно вовремя платим за электроэнергию. И мы не защищены. Вот этим же бурят энергосоциально не защищены. Постоянно отключают свет. Сейчас отопительный сезон. Туркуляционный насос стоит в котельной. И такое, ну вы представляете, мы спим начинает там все отречать в котельной. Бежишь, выключаешь вот это все отопление. В комитете городского хозяйства по вопросам перебоев предлагают обратиться в прокуратуру. Ну надо все выяснить сначала из тех сайтов, а потом уже письмо писать. Администрация советского района Улан-Удэ видит иной путь решения этой проблемы. Правда, в нем они безучастны. Района мне... Вам дать комментировать на камеру. Участок текей Улан-Удэ Энерго. Они должны его ремонтировать, и они же, соответственно, должны менять там все теки. Генеральный директор Улан-Удэ Энерго решил отделаться отпиской. Вам необходимо обратиться к гарантирующему поставщику электрической энергии на территории Бурятии, читая энергосбыт. Забавно, что провода и столбы принадлежат Улан-Удэ Энерго. Но при этом футболят нас на гарантирующего поставщика, то есть на читая энергосбыт. Аргументирует это тем, что договор потребителей заключает именно с ними. Последние в свою очередь. Добрый день. Я в отпуске. Не в Улан-Удэ. До понедельника не ждет. Некому там отвечать. Итого получается, что пока одни отдыхают и бездействуют, потребители и жители советского района сидят без бытовой техники и временами без электричества. Но как только отпуск кончится, наша телекомпания продолжит работу над этим вопросом. Будам Мунхоев, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ.